добрый день рада всех приветствовать сегодня к нам зашел на беседу дорогой гость удивительный человек продюсер георгий малков георгий снял 50 картин собрал в кинопрокате более 50 миллиардов рублей ты забегаешь вперед просто зачем права и планы георгий собрал в кинопрокате более 5 миллиардов рублей фильмы и по версии бюллетене кинопрокатчика а смотрят в десятку входит в лучших продюсеров страны последнего десятилетия верно но кроме этого еще имеет звание самого эффективного продюсера по рентабельности все правильно именно другого издания до на прошлой неделе в прошлые выходные мы с николь попали на первый интенсив который запустил георгий курсы которые называются контент который купят туда были приглашены те кто хотел бы развить свои идеи проектов до фильма или сериала и как сказала одна из участниц нашей группы что за полтора дня курсов у георгий она узнала больше чем за год учебы в профильным в профиль на профильных курсах и в профильном институте я по прошлому своему опыту тоже вспоминаю что каждый раз когда георгий вел презентацию на кинорынке в зале все бежали даже бросая пляж кинотавра потому что знали если георгий делает презентацию это надо обязательно посетить ни в коем случае не пропустить будет все по делу интересно маркетинговыми поздно мне рассказываешь об этом я просто должна меня переполняет вот и такая нацеленность на аудиторию как у тебя редко встречается у категории вообще у продюсеров вот на нашей отрасли поэтому самый первый вопрос самый первый вопрос который я хотела тебе задать продюсер кто это такой ну ответ на самом деле очень простой как бы это в таком вообще принятом как вот ну точнее так не погруженные люди думают что продюсер это тот кто как бы дает деньги это немножко не так продюсер может даже не давать деньги может их найти в общем продюсер это предприниматель предприниматель в сферке в сфере кино то есть как бы человек если предприниматель в сфере там условно говоря питание он открывает ресторан и кучу вопросов с этим решает от выбора мест найма персонала определение меню и так далее то то же самое преддюсер делает в кино от рождения идеи подбора сценаристов то я напишет потом актеров которые смогут это сыграть найти бюджет чтобы проект случился так что этот предприниматель в сфере кино которого как бы а предпринимательские принципы везде как бы одинаковые сделать свой бизнес эффективным рентабельным но и все равно как бы в любом случае этот он становится таковым когда попадает в людей да то есть ресторан будет работать тогда когда почему-то предприниматель придумал что-то почему люди хотят туда ходить ну конечно первую очередь наверное это еда но и все остальное сопутствующие так из кино то есть ты должен выбрать классную идею правильно реализовать чтобы люди пришли остались довольны и в общем из уст уста порекомендовали ты бы как продюсер радовался в том что твое кино оказалось интересно широкую кругу и это не только в коммерческом плане безусловно потому что ну как бы когда лена сказала что у нас в индустрии немногие нацелены аудиторию именно зрительскую и это правда есть люди которые считают что важнее сделать кино которое похвалит критики или еще что-то в таком плане то есть там к ценят люди в индустрии люди в индустрии очень все мягко скажем требовательные угодить им это вообще самое сложное мне кажется особенно с учетом того что не все очень разнородные и поэтому мне кажется что это такая вот такая мотивация это когда люди пришли в кино из какого-то скажем так пришли в кино не как в индустрии индустриальном плане то есть не думая о кино как бизнесе а скорее как бы немножко другие мотивации тут все все гораздо сложнее там много всяких хитросплетений переплетений но думаю что об этом не стоит а какие еще ипостаси все-таки у продюсера пристну вообще необходимы то есть это я так дозреваю организация до организаторские способности это управленец что-нибудь еще вот смотрите когда-то когда еще не занимался кино занимались занимался я у нас была компания значит по продаже бытовой техники электроники да вот и соответственно мы определяли тот как бы руководство компании определяла какой же какой товар нужно значит чтобы оказывался на полках наш магазин и в этой связи значит мы приняли такую позицию что любые офисные сотрудники которые пришли на для того чтобы заниматься закупкой или там организовывать бизнес-процессы или там и заниматься рекламой или организовывать складское хозяйство должны минимум первый месяц работу всех начинался на торговый на торговой точке потому что ты должен понять на кого ты работаешь когда про твой чтобы ты потом понимал когда через месяц и спрячешься в офисе и тебя будет дергать какой-нибудь продавец и говорит что у нас в дефиците такой товара клиенты его просят тут все очень четко понимал что это действительно важный элемент потому что все все вся компания работает на то чтобы при пришедший в магазин покупатель остался доволен сделал покупку и так далее так и здесь то есть в кино ну как бы все равно ты должен как в первую очередь все остальное организовать процесс и все прочее это ну если даже сам по каким причинам не можно что можно и нанять управленца важно как бы продюсер все-таки должен иметь свою внутреннюю как бы позицию в части того какое же кино делать и она конечно где-то это микс интуиции и опыта и оценки текущего состояния информационного поля что людям интересно что не интересно то есть продюсер это в общем человек который вытащит вот то тот изюм ту идею которая он понимает что есть ее сейчас реализовать качественно еще раз когда реализуешь качественно не обязательно все делать самому можно нанимать и нужно нанимать привлекать профессиональных людей но важно что ты понимаешь что эта идея почему-то пойдет там в сердца умы людей они готовы будут за это заплатить виде билета или там покупки твоего фильма в подписке ты сказал слово интуиция мы очень любим нашем сообществе love politics это слово и теперь мы как-то говорили о том что у нас планируется интервью с продюсерами несколько участников просили особенно уточнить у продюсера что такое продюсерская интуиция когда она включается на каком она месте стоит в приоритете когда ты делаешь выбор и что для тебя главное интуиция продюсера или холодный расчет вопрос да как это есть такая шутка о том что не надо путать знаки судьбы с таргетированным маркетингом да вот и здесь что же вопрос что же такая интуиция просто ну как бы на мой взгляд интуитивное решение это все-таки когда ты ну то есть вот первое о я почувствовал что эта идея может работать вот сразу это не означает что надо бросаться в ее реализацию то есть вот если такие такая мысль что вот эта идея придет к тебе там ты сначала первым делом ты должен отбросить и решить что это просто ты поддался не интуиции а эмоции вот значит отложить эту идею она должна как-то пожить если всплывает второй раз или она всплывает в каком-то еще контексте ты понимаешь что где-то там информационного поля всплыла снова какая-то вещь которая подтверждает эту твою идею это уже ближе к тому чтобы считать что это уже не просто эмоциональный всплеск а уже что-то и когда ты там еще раз за нее цепляешь ну что ну все надо к этому как-то приближаться безусловно в моем случае мне уже вообще трудно разделить интуицию там с экспертизой опытом где-то положительным где-то не очень поэтому наверное интуиция больше как это ни странно было вот на как бы на старте как бы самостоятельных действий в кино и и тем не менее все равно вот она была связана с каким-то все равно прожитым зрительским жизнь опытом все равно так или иначе любой продюсер как бы он не декларировал что он делает там опираясь на рынок или опираясь на желание понравиться критикам и так далее все равно в первую очередь осуждает как зритель и это нормально любой предприниматель любой бизнесмен все равно примеряет на себя я бы как пользователь я бы как потребитель хотел ли бы там пообедать в этом ресторане купить технику в этом магазине или посмотреть такое кино вот поэтому все равно ты как бы свои внутренние детские и там юношеские фильмы которые ты там как-то смотрел еще не как-то в твоем мозгу интерпретировались и уже где-то там микс того что ты думаешь что это интуиция на самом деле это включение твоих каких-то воспоминаний которые привели ну там кино которым там дал тебе на максимальное количество эмоций ты уже интерпретируешь как то что когда ты видишь что-то похожее ты думаешь это о интуиция на самом деле это все равно подключение каким-то своим детским впечатлением поэтому оно такое то есть вот точно нужно что называется даже если интуитивно так как бы чувствуется все лучше это это первый это первый шаг но всегда его надо перепроверить в любом случае особенно сейчас когда рынок все такое все жестче и жестче и здесь уже ну как бы случайности не не прощают а вот давай мы сейчас вышли за рамки нашего кино сообщества узкого давай для наших зрителей напомним картины которые ты снимал это очень много комедии мои любимые это мама и с новым годом а мы не это не комедия мелодрама мелодрама конечно какие твои любимые и какие бы ты хотела упомянуть чтобы вот твоя визитная карточка назовение но безусловно мамы безусловно чемпионы было два фильма но мне лично больше нравится вторая летняя история чемпионы быстрее выше сильнее и фильм который не так давно был в прокате сейчас там вышел на телевизор ходил на телевидении дорогой папа с владимира вдовиченко временные трудности которым мы долго защищались от того что мы вроде как мы думали что мы делаем очень значим значить значимое кино который привлечет значит внимание к вопросу людей там детей больных дцп что они не интегрированы в общество и как приходится родителям все это самим разрулить в итоге получилось так что у нас посчитали что мы своим кино пропагандируем как бы что в отношении детей должно быть проявляться насилие но такой вот немножко искаженное восприятие оказалось у многих вот временные трудности был фильм такой призер не так заметен был аудитории в кинотеатре но при этом стал гран-при кинотавра я буду рядом павла руминова дали павла руминова режиссера интересно то что сопродюсером в этом фильме со мной был вот действующий президент украины владимир зеленский он не участвовал там как актера это вот просто история была так она такая тоже для всех для нас была личная как бы такая очень человеческой на мой взгляд очень прекрасно реализованы вот ну и как бы если говорить вот в таком развлекательном жанре чистый потому что пока не назвал тут дорогой папы это комедия да вот из комедии в общем легок на помине была у нас такая мне кажется очень классная концепция на мой взгляд хорошо реализованной в исполнении ну и мой вот мне нравится мой режиссерский дебют смешанные чувства вот ай да и вот наша первая большая сериальная работа которая вышла вот только в этом году сериал крюк это ты уже делал в рамках мегугу это да это уже за то надо добавить ко всем твоим регалиям что сейчас ты занимаешь пост генеральный продюсер собственного контента мегугу это такое ну как бы не пост это вот просто продюсер который занимается к оригинальным контентами губа не в таком пока большом объеме как есть на других платформах молода вот и этот проект сериал крюк да а какой проект изнутри полюбился то есть процессе производства чем-то запомнился и остался таким особенным ну так или иначе все они не проходят как бы без эмоционально все таки это несмотря на как бы то что их там много но все равно так или иначе подключено ты я как бы из тех продюсеров которые как вовлечены в процесс потому что опять же ну как у каждого свои принципы работы я вот в общем достаточно увлеченный ну а если говорить про как бы там события которые там пересекались и с моими там личными событиями жизни и так далее и вообще какое-то такого ну скажем так отношение к тому что вообще кин как бы каким бы мне хотелось видеть кино не в части только развлекательной в части вызывающим какой-то диалог это вот все равно временные трудности как бы кто не считал что мы там популяризировали абьюз вот потому что мы это точно знаем какую энергию мы вкладывали этот в этот проект и то есть тот результат который там есть то большое количество людей которые с этим кино как бы увидеть для себя какие-то важные штуки жизненные вот для нас это очень ценно вот как раз тут интересно такой момент где продюсер выходит в такой роли немножко идеолога да то есть они только не в этом фильме как идеолог продюсер должен он все равно выходить всегда потому что это же вопрос то есть как любое кино любое кино любую любой сценарий даже уже написаны вопрос то каким он будет в итоге фильмом даже момент написания сценария утверждения режиссеров и актеров все равно до конца же но неизвестно поэтому он формируется и в части общения продюсера с режиссером там с группой чтобы вы понимали что вы делаете как бы кино в одном определенном векторе творческом но и как бы таком человеческом вот и поэтому безусловно это это работа который продал то есть я как продюсер конечно не приезжают на площадку где главным человеком является режиссер не говорю о том что вот все мы послушали режиссера теперь делаем по моему нет конечно это вообще исключено хотя есть продюсеры когда приезжают и рулят режиссером на площадке я про другое что тот могло как бы в процессе работа над фильм все равно сообщение потом процессе монтажа тоже потому что снятое кино еще все равно еще нет не совсем кино еще есть монтаж еще есть музыка и она тоже может там изменить тональность повествования и так далее так далее вот в этой всей части мы конечно же вот то что называется как бы не дни не скорее ты не идеология идеи идеологически не в части идеологии а как будет как вот да а вот скорее про как бы атмосферу настроение фильм скорее вот настроение делали настроение фильма и акцентов да потому что вот даже в части сценария то есть раздаешь там разным людям читать сценарий и кто-то читая обратил внимание на какую-то одну реплику она сформировала его ощущение прозритель в смысле про персонажа другое увидел другое ты приходится на всеми они мы не то имели в виду мы не то вы не пони нас обратили внимание то что мы там написали что человек там в описании персонажа там что-то что-то это не означает что он такой-то ли такой-то это про другое то есть вот даже в таких нюансах и актер которые в процессе там у него тоже и свой какой-то пережитый опыт с персонажем и вот чтобы в итоге как бы продюсер думал про одно кино режиссер по другое актер про третье в этот вот некий совместный диалог где все как бы ну синхронизируется свои обмениться своими личными переживаниями опытами которые все конечно же интегрируют в историю а потом каком-то уже в общем ансамблевое решение тогда но в общем может дать какую-то ну интересную синергию которая в общем самое важно определиться что мы все в одной некой лодке еще бывает иногда такая вещь которую частным уже реже что ты пришел делать кино с режиссером для зрителя он какой-то момент решил что она делает для своих друзей ну еще раз это был какой-то период когда все вот наша индустрия пыталась понять она все-таки наследница торговского или наследница голливуда и вот ребята творческие все в общем кто-то пытался это поженить чтобы ну наверное очень талантным людям может получиться но сделать такой кайт арм арт мейнстрим который окажется интересным широкому зрителю в америке у многих это получается у нас сейчас наверно тоже появляются такие люди которые могут сделать историю человек человеческую рассказанную без каких-то внешних развлекательных атрибутов но эмоционально интересно которая будет ну как бы и критиками и зрителям восприниматься как и как бы близко в части того что это как бы достойное кино но вот работы твоих коллег последних лет какие ты мог бы отметить какие тебе понравились из профессиональной из художественной и со зрительской точки зрения надо да это рассказывать но можно мы же зрителям это это не тоже вот лично для меня такими прям эмоциональными то есть как бы вещами которые там звонил каким-то друзьям сказал обязательно посмотреть были фильмы салют 7 и вот недавно пальма а вот есть такая ситуация что продюсер как любой кинопроизводитель испытывать на себе такой про про пап деформацию и уже не может смотреть кино просто как зритель это смотрите это очень хороший тест то есть когда я смотрю кино уже не как зрителя значит кино меня не зацепило и это вот не про эти параметры просто вот кино которое меня как зрителя попала я смотрю как зритель вовлеченного увлеченную а кинок или это я уже конечно начинаю там реанизировать на тему что вот в этот момент там на по б radial люди сидели и думали как сейчас у них там заплачут их зрителя я не плачу ну значит что-то у них не получилось ну то есть я условно говорю но вот как бы так то есть когда я смотрю кино как бы не думая ни о чем как создалось это вот это такой лайфхак есть но это мой да 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 то есть конечно вот как только начинаешь думать боже мой что же там был и как вот этот еще и зная каких-то людей и как ты понимаешь вот этот конкретный актер там в очередной раз сказала режиссеру что я вот буду делать вот так и в данном случае это было плохо потому что бывает хорошо вот ну вот вот продолжая эту тему расскажи пожалуйста что ты мог бы рассказать о коммуникации со звездами на съемочной площадке во время кастингов какие-то интересные моменты во первых кого из известных нашей аудитории всем зрителям широким зрителям звезд с кем ты общался с кем у тебя был опыт с кем ты успел подружиться там и одним из первых наших вот фильмов как бы в неком самостоятельным поле был фильм вам и так вот мне кажется что мама да в тот момент мы сняли там всех тех кого может было так случилось это кино состоявшиеся это перечислил семей семьи истории да и в нем и ну в общем сняли всех кто это был 12 год кто в тот момент так или иначе мог ну может понятно что не прям всех всех но это были там сергей в одном фильме сергей безруков дмитрий дюжев лихи джакова петя федоров светлана хоченкова значит не на русланова значит в общем сейчас кто у нас еще там даже в микро эпизодически алексей горбунов который еще тогда участвовал российских фильмов самара за раздана была второй части нет в первую не было вот егор бероев рафшана куркова в общем какое-то бесконечное количество из каждой истории были только звезды и даже на игру на эпизодических ролях тумайкина снимались вот владимир сычев волкова то есть просто бесконечное количество актеров ну просто но понятно что там сложились истории сама тема как бы мамы как бы все вокруг это дало такое очень и люди охотно соглашались в этом участвовать ну в принципе как бы так скажем так как у нас всегда была такая нацеленность на кино который для зрителей поэтому понимали что важны звезды то поэтому в общем работать приходилось в общем со всеми теми кто в кино и в кино потому что там меньшей степени я за понимаю там сериальных звезд да потому что все равно отличается те кто звезды для сериальной аудитории те кто звезды для кино потому что ну как бы разная возрастная аудитория в разные сразу с другими интересами вот кто мог быть интересен потенциально молодой кино аудитории мы так или иначе в общем сотрудничать большим количеством ребят из комедий клуба потому что когда они в общем в части комедии ну и до сих пор остаются наверное законодательным вот может быть сейчас уже там упускают свою позицию силу там более модных форматов мы более молодыми людьми но там в ретроспективе последних 6-7 лет они конечно там были фронтменами фронтвуменами этой темы вот поэтому так как бы тема комедия наша основная конечно мы с ними со всеми и работали и общались и какие товарищеские отношения вот но здесь сейчас история так как все больше продуктов делается для сериалов для платформ и тут уже как бы зрителю платформ возможно даже не так важен уже сильно узнаваемая звезда скорее должна быть какая-то супер концепция суд в которой просто должен быть очень качественно реализована сад сама идея поэтому это там в меньшей степени сейчас уже важно потому что в кинотеатр тебя есть очень короткий период когда ты должен зрителей что называется привести то есть это к это больше похоже на концерт в части того что у тебя есть там четыре дня первый уикенд когда вот зрители либо придут и дальше пойдет какой царафан либо не придут то и поэтому ты конечно все усилия на это тратишь и в том числе обязательным элементом является звезда потому что это тебе дает это является необходимым как говорят математики критерием но необходимо но недостаточно этого одного недостаточно это как бы дает тебе определенную надежду что вот кино помимо того что там есть классно сценарий реализация еще звезды позволит привлечь внимание на первый уикенд в сериалах это может работает по-другому появляются как бы история появляется значит но люди сидят сон говорят дома ждут чего-то нового себя в подписке проверяют если там история зацепила безотносительно даже там звездами на реализованы или нет тут дальше все это работает и даже без звезд на сериал лежит на платформе у меня жизнь гораздо дольше вы через три недели после первой серии через три месяца могут смотреть и даже там наращивать количество смотрения если пошел хороший сарафан вот мы заговорили про платформы а вначале мы упомянули о том что продюсер это предприниматель такой свободный предприниматель и на какой предприниматель сейчас мире она немножко такое очень условное понятие как-то меняется вообще вот опять же те же ипостаси продюсера когда он выходит вот уже на сотрудничество с платформами то есть сейчас то идет может сказать какая-то глоб так а глобализация до рынка когда все немножко уходит уже в степь этих платформ дальше где-то это могут быть вообще крупные корпорации которые делают собственный контент конечно и что какие нас ждут при но опять же то есть да ты как то есть опять же свободный предприниматель здесь вот я почему оговорился ты свободен ровно в той степени что ты свободен реализовать какую-то идею которая кому-то интересна свободным быть реализовать пофиг что это не то есть я свободен настолько что это не анархизм короче свобода не равно анархизм же я делаю все что хочу нет я делаю что нужно в первую очередь что интересно что востребовано потому что я в индустрии в этой связи вот я тоже тоже хотел сказать чтобы ну творческая свобода должна и может быть у людей как бы которые занимаются ну то есть не как продюсер как как режиссер и все они безусловно должны быть творческие людьми я как продюсер должен находить с ними какой-то диалог чтобы в итоге получилось и творческая творческий классный продукт и в том числе он ну как бы от отражал те заинтересованности меня как продюсер и все это что я так пытаюсь настойчиво говорить про аудиторию все это это все про индустриальную тему если человек решил поснимать там и какие-то ролики для youtube или для тик ток вот тут как раз продюсерывание ну то есть ну то есть продюсеры здесь в этой сфере скорее больше менеджеры которые занимаются временем этого человека его там как бы напоминает ему о том что у тебя там ждут на съемках или еще что чем управлять его как бы контентом потому что вот как раз здесь вот абсолютно должна царить свобода творческой потому что только так эти люди там в ютьюбе в инстаграме стоит могут рвануть потому что но как бы своей харизмой своей энергией своим талантом поэтому когда я вот все вот рассказываю вот это все немножечко такое не романтическое в части того что вот надо следовать аудитории надо то 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 это как бы когда ты уже индустриально все что касается и здесь возможно тоже многое то это же есть возможность монетизации и так далее когда ты творчески думаешь что можешь зацепить людей каким-то своими видео своими музыкальными какими-то трюками еще чем-то рассказами повествованием это вот тут как раз вот тут свобода абсолютно то есть ты уверен что ты интересен другим людям в этой качестве пожалуйста пробуй и здесь как бы достаточно пока открытая площадка в части как бы того что-то быстро поймешь интересен ты или не интересен вот вопрос того насколько свобода предпринимательства и что поменялось в виде появления платформ немножко меняется это просто не разговор там скажем так для такой аудитории меняется бизнес модель ты по-другому там теперь рассчитываешь еще будет складываться твои доходы и так далее но и безусловно ничего не меняется в части того как 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 ты как вот если ты научился и работать и понимать как как бы аудиторию вопрос просто теперь тебе говорят немножко поработаем перенастройки как как оказалось бы на другую аудиторию на самом деле то есть вот то с чем мы их работали до того в полнометражном с кинотеатрами впоследствии с платформы или там телевидением ничем принципиально не отличается потому что в общем-то кино российское я я занимаюсь российским кино поэтому могу говорить только про него то есть российское кино сейчас вот и кино и сериалы опять же это не как бы нет правил без исключения но как бы ядро аудитории это там 25 там 45 это те люди которые к российскому кино несмотря на всякие хейты в интернете все они к нему не исключают просмотра готовы смотреть его и в виде формате фильма и сериала у них нет предупреждения что русская это плохо и в этой связи мне как бы очень комфортно потому что эта аудитория мои ровесники я понимаю их интересы вот я точно не понимаю не понимаю не буду заниматься как там контентом для 15 16 17 летних вот есть смелые люди которые считают что они все это понимают про это и делают какие-то называет их подростковым кино ради бога просто там совсем когда я по ним но моей моя гипотеза что там вот там как раз люди абсолютно в своем мире варятся и в этом мире нету места для как бы там русского сериала русского кино в том виде как бы его делают русские продюсеры то есть для них вот рус как бы отечественный сериал могут сделать только их ровесники там плюс-минус чуть может быть старше но пытаться там взрослым дядькам со своими как бы ощущениями что надо делать условно петрова и васечкина для этой аудитории это конечно заблуждение также как и мне не интересно делать для аудитории там очень взрослые где царят как раз люди которые всю жизнь на телике и я понимаю что они все про них понимают и эти люди этим людям ничего не надо как бы новой на оборот скорее а повторите мне еще раз то же самое только немножко с другими актерами в тот раз было про значит условно жителей деревни в этот раз пусть это будет про жителей значит маленького городка или еще что-то условно вот поэтому то с чем работаю я мне эта аудитория все как бы она еще ближе становится ко мне в части того что она вот ну как бы группируется вот возле этого ядра там 25-45 как по-твоему вот эта внутренняя реформа скажется на контенте вот ты в связи с переходом на платформу уже продюсировал крюк до сериал то есть однозначно это больше уже такое домашнее смотрение смотрение да что дальше под получается кто уже будет закладывать смысл и корпорации и глобалист то есть вот опять же перспективы кинематографа да то есть люди которые считают что поход в кино это что-то особенное интересное обязательно это как раз вот опять же люди вот этого поколения 25-45 поэтому работая с платформе этой аудитория мы если и пока кинотеатр работал так или иначе помимо сериалов такое кино в расчете на то что сначала кинопрокат потом платформы конечно же делать будем но то есть условно говоря для молодежи в первую очередь мы считаем что для чего мы ходим в кино чтобы сопережить эмоции в зале с людьми одинаковых нами видимо как бы вкусов потому что не пришли с нами на это кино да и значит мы там будем вместе сейчас смеяться то вот у молодых ребят сейчас для этого не нужно идти в кино у них есть как бы возможность играя в игры при этом иметь параллельно стрим общаться и они удовлетворяют этот потребность в социализации вот таким образом при этом не видя даже людей а только слыша их наушники и вам для них например это не то что в кино пойти обязательно с друзьями как как для какого-то того коллега коллективного социального досуга нет они это реализуют и без помощи кино вот поэтому там рассуждая о том куда там движется все понятно что надо смотреть на как бы лидеров лидером сейчас производстве контента и в первую очередь там семейного расчета соответственно такого скажем так и интернационального это дисней если уже там после пандемии дисней неоднократно заявлял что часть фильмов даже очень высоко бюджетных они будут сразу размещать на платформе то есть они этим самым уже горе ютки но для них уже не является обязательным это тот и говорит тот игрок который в кинотеатра больше всех всегда и зарабатывала потому что фильм о диснея мара и так далее приводили большей всего люди и если даже этот игрок говорит уже что ему не обязательны тем всегда то тогда значит понятно что это не зависимого пробиться означает что там условно говоря если диснея не будет кино по кинотеатра наверное ради независимых фильмовám держать свои кинотеатры не будет того что мы видели Или что такое кинотеатр без Диснея после пандемии? Да, там был какое-то кино, да, зрители приходили, но это не тот совсем объем. То есть, конечно, в кинотеатрах зрителей гораздо меньше. Это означает, что в какой-то момент у нас существует, как сейчас соотношение театра и кино, приблизительно, наверное, в недалеком будущем будет соотношение кино и платформы. То есть, да, оно будет, кино останется, но не это будет определять, скажем так, масштаб. То есть, кинотеатры перестанут быть тем, ну, обязательным для продюсеров, для больших производителей кино, как бы, не будут являться обязательным способом смотрения. Это, вот, есть люди, которые любят кадрический кино, для них будет, вот, вот, это будет какое-то количество фильмов, но однозначно, что прибавляться количества контента, объема будет именно на платформах. Ясно. Но еще и потому же, то есть, опять же, а еще, ну, там, уже есть какие-то попытки, они, там, может быть, где-то успешны, пока, может быть, не успешны, может, где-то опередили время. Оно точно так же будет давать возможность социализации. То есть, точно так же, например, как бы, у нас была такая инициатива, как-то приходили на одну из платформ, что делайте платформы, в смысле, просмотры. Понятно, что ты на платформах, что в любой момент посмотрите, а вы делаете, там, реально, с новыми фильмами делайте просмотр, который, там, вот, вы объявляете, что он будет точно, там, 8 часов, в этот момент, значит, в этот момент, там, люди как-то подписываются, там, или, в смысле, они уже подписаны, на виду, как-то, значит, регистрируются на этот просмотр. И ты понимаешь, что в процессе этого просмотра ты можешь обмениваться мнениями, там, писать комментарии, еще, то есть, опять же, такой формат социализации при просмотре. И если сейчас это, там, выглядит как то, что, ну, год, два, три, это будет, ну, а почему нет, кайфово, ты смотришь со своим товарищем, который на удалении, ты с ним обмениваешься, комментируешь, что еще в кино, ну, с кино же мы все любим, там, иногда, там, комментарий какой-то отпустить, поэтому, ну, вот, как бы, это все вот, то есть, все те возможности, которые давал кинотеатр и дает, платформа легко возобновит, и даже, может быть, с учетом того, что, вроде как, соцсети нам уже давно объяснили, что можно с друзьями, оказывается, быть рядом, не находясь физически рядом, это и есть та самая, вот, виртуальная реальность, которой мы, ну, как бы, люди, там, постарше боимся, а для кого-то людям поможет вообще норм, вообще норм. Ну, вот, в связи с этим, какой совет главный ты мог бы дать начинающим специалистам, которые стремятся вот в эту область попасть? Вот, например, которые хотят к тебе попасть на интенсив, да? Ну, да, на интенсив ко мне попасть стоит тому, кто хочет этим заниматься, как, вот я и сказал, сферой, как бы, предприниматель, который хочет быть, как бы, ну, продюсером, как предпринимателем, который готов брать на себя какие-то риски, ответственность, придумывать, и, вот, если человек хочет быть просто внутри темы творческим элементом, то это не этот интенсив ему нужен, потому что это скорее какие-то, то есть, вот, продюсер — это не ремесленная специальность, то есть, ну, как бы, там, второй режиссер — это ремесленная специальность, там, условно говоря, художник по костюму — это ремесленная специальность, продюсер, он, при этом, я, там, уверен в том, что, если я завтра буду заниматься не продюсированием, а, условно говоря, вернусь какой-нибудь ритейл или каким-нибудь, опять же, проводя параллели с рестораном, в ресторан, то я точно понимаю, что, да, я не буду понимать всю предметную область, но принципы принятия решений, то, как я в таком достаточно остром, быстром и самое главное, что в большом количестве разнообразных проектов, которые в течение того же года приходится запускать, я точно могу выиграть даже у тех людей, которые этим занимаются давно, системно. Я буду проигрывать только в знании рынка, что вот это надо покупать за рубль, а не за три, потому что как-то новичку мне, конечно же, с первым делом предложат за три, а я должен буду разобраться и выяснить, что это вообще рубль стоит. Ну и так далее. То есть предметная область, как только я пойму, то я в плане уверен, что вот, как бы, и так же и наоборот, что если кто-то был очень эффективен в своей сфере, то приди он в кино, правильно, как бы, применяя свой вот этим опыт предприниматель, дальше поднастроившись, приняв, что здесь нету, он пришел в кино, которое до этого было за него неким романтическим развлечением, и все. То есть сейчас придя в бизнес, он должен эту романтику исключить, понять, что вот эти звезды, с которыми теперь приходится общаться, это всего лишь бизнес-инструменты, это не означает, что надо попадать под их обаяние, слушать их во всем и так далее. Они тоже могут ошибаться, что ты должен, ну и так далее. То есть это начинается твоя работа, в которой ты должен все очень взвешивать и оценивать привычными тебе какими-то бизнес-инструментами. У кого-то одни, у кого-то другие. Вот. То есть вот поэтому вот тот интенсив, который был, он про это. Но опять же, если говорить про рекомендации, то я и говорю, что творческие люди, которые хотят реализовать себя именно как творцы, они должны все время что-то делать по своей теме, где-то, начиная, пусть это бесплатно, где-то за какие-то деньги, в рекламе, в любой сфере, они должны как можно большему количеству людей продемонстрировать свои умения. И опять же, есть Инстаграмы, есть Фейсбук, Ютуб, надо всегда выкладывать это в том или ином виде, вот я сделал то-то, я сделал это, чтобы люди про тебя знали, могли понимать. Это как раз, собственно, для этого в первую очередь и нужны были все эти инструментарии. Другое дело, что, как всегда, им воспользовались те, которым особо, наверное, нечего показать, но они демонстрируют это. Но уж вам, там, людям, которые хотят и что-то умеют, тем более не надо стесняться. Поэтому это вот, ну, особенно людям, ну, как бы, которые считают, что у них что-то получается вот творчески, точно надо про себя говорить любыми возможными способами. Вот. В общем, нам надо проявляться. Ты за то, чтобы все проявлялись. Это не я уже, зато это мир сейчас устроен, все хотят проявляться. Другое дело, что проявляться надо в том, что действительно тебя отличает от других, да. То есть пытаться рассказать про свое, как бы, любой, даже мы в этот момент являемся уникальным, должны сделать уникальные торговые предложения. вот здесь очень важно при таком обилии вот этого всего контента, который люди выкладывают про себя, даже часто не имея для этого никакого, в общем-то, интересного содержания. Вот вам, ну, там, стремящимся быть в профессии, в индустрии, еще раз я говорю, что нужно найти какую-то свою фишку, которая, там, так или иначе будет отличать. Не надо с этого начинать, это не является, как бы, первым шагом, но первым шагом будет вообще декларирование того, что вы умеете делать то-то, то-то и демонстрация. А дальше в процессе искать свой какой-то почерк, стиль, который позволит уже двигаться и приближаться к какой-то такой серьезной монетизации. Потому что, конечно, пока вы в режиме, я вот еще один, там, условно говоря, художник-постановщик, то и подход будет как к еще одному, но мы проверим, выберем, кто лучше. А если у вас появляется какая-то своя уникальное торговое предложение, фишка, то это позволит вам, там, быть уже, ну, как бы, человеком первого выбора. Понятно, что, скорее всего, произойдет вообще по-другому, то есть вы понравитесь кому-то режиссеру, продюсеру и становитесь с ним рядом. Но это тоже путь, но всегда наличие какого-то чуть-чуть выбивающегося из общих принципов предложения, это всегда интересно. Там у меня есть один товарищ, он давно работал в сфере маркетинга, там, и вот, там, они были молодым агентством, пытались выйти на рынок, куда кругом были большие, международные. Вот, они, значит, пришли на встречу со своими потенциальными клиентами в костюмах им защиты, как начало уже своей презентации. И это, как бы, уже привлекло внимание к ним, видно, что люди, во-первых, не просто придумали, не потратились где-то, их нашли и все такое. И это уже дало, как бы, некий начало разговора для того, чтобы... Дальше вопрос, чтобы за этим стояла еще и сущностная вещь. Просто одеть костюм – это одно, а дальше ты должен иметь офигенную концепцию, которая скажет, а, еще и вы, ну, все. То есть, конечно, только продажа не должна заканчиваться, продажа еще должна быть и, что называется, сервис. То есть, можно ипотаж, можно перформанс. Мотивированный. И когда ты понимаешь, что за этим, ты еще за это можешь ответить. Ну, то есть, да, ты сейчас привлек внимание, а дальше на этом, ну, я могу, например, еще раз ипотаж. Нет. А вот сделать то, что мне нужно, мне, как заказчику, не знаю. Вот это тоже не путь. Ты должен, да, я могу вот так, но я могу и выполнить то, что вам нужно, там, творчики, интересные. Любой ипотаж, как, в общем-то, упаковка сути того, чего... Да, потому что внутри все равно должно быть содержание. Да. Георгий, я теперь хотела немножко, чтобы ты нам приоткрыл свой внутренний мир. Да. Я про трансформации, про переходы, которые у тебя были. Я знаю, что в 33 года ты пришел в кино из топ-менеджеров, теперь ты как бы... Из другой отрасли. Из другой отрасли, да. Значит, теперь ты из кинопродюсеров перешел в продюсеры платформы онлайн. Этого тут как раз нету, радикального изменения. Да, да, радикального нету, да. Ну, какие-то личностные трансформации, опыт осознаний. Вот твое внутреннее такое кредо, мировоззрение, в чем оно? Ты можешь его как-то сформулировать и какими-то озарениями поделиться со мной, с Николь и с нашими зрителями? Какую-то философию внутреннюю приоткрыть? Что для тебя важно? Что для меня важно? Ну, у меня, безусловно, есть свои как бы не меняющиеся с годами некие такие установочные базовые принципы, ну, человеческие. Сформированные страны, ну, как бы они нигде вот так как бы конкретно никогда не декларировались никем. То есть, у меня не было такого вот. Вот. И, тем не менее, они во мне, ну, я думаю, что в первую очередь, там, благодаря семье, безусловно, они во мне сформировались. Это то, в чем я, там, ну, то, что для меня является, там, жизненными принципами. В них я, там, не меняюсь. Но это, при этом, я понимаю, что, как, скажем так, в профессиональной социальной теме мир меняется. И я, как человек, интегрированный в социум, у которого, так или иначе, жизнь и предпринимательская деятельность связаны с большим количеством откликов, которым мне важно собрать людей в том или ином виде, то, конечно, я должен, ну, быть... Вот, вот, закостенелых вещей в части вот этих, в принципе, у меня быть не может. То есть, в части, я не ем, там, вот, никогда вот это, или я не смотрю вот это, или не слушаю такую музыку. Вот этих вещей есть люди, которые очень категоричны в этом. Я, что называется, пробую все, ну, в части, кроме наркотиков. Тут сразу скажу, потому что про представление о том, что в шоу-бизе это все или кино. Потому что шоу-биз и кино все равно немножко отличаются. Вот, я пробую в том плане, что узнаю, пробую это, там, пытаюсь понять про это, про это, про это. И пытаюсь как-то находить этому, ну, что сказать, подсмотреть для того, как это правильно интерпретировать в своей теме. Не в прямую, но понятно, что вот, типа, если молодым людям нравится вот это, а есть уже большое количество взрослых людей, которым это тоже уже нравится, значит, у этих молодых людей уже можно что-то... Хотя казалось бы, что часто мы говорим о том, что это другие вкусы, другое мировоззрие. Тем не менее, оттуда многие вещи можно правильно брать и правильно интерпретировать для работы со своими какими-то сериалами, фильмами. При том, что, безусловно, есть большая категория людей, для которых можно это... ну, как бы, ничего не меняется. То есть они в своих вкусах сохраняются, там, условно говоря, там, вот с каких-то двухтысячных и так далее, и на них тоже можно работать. Но они как раз самые консервативные в части потребления контента. То есть они сидят где-то на телевизионных каналах. А мы, как бы, работая с кино и с платформой, как раз должны ориентироваться на тех, которые все-таки готовы меняться в каких-то... хоть потихонечку, хоть по чуть-чуть, но готовы меняться и, там, следовать тому, что происходит в мире. То есть не быть снобами, в общем-то, быть открытыми... Да, сноб, ну да, это без сноба. Не быть слишком зажатыми, закрытыми, консерваторами. То есть ты за новизну, за то, чтобы пробовать все... Да, при этом я очень консервативен в части каких-то вещей, связанных, там, с семейными отношениями. Вот то, что я сказал, какие-то базовые вещи в отношениях от отцов и детей, я очень, ну, как бы, консервативен. И тут, опять же, ну, консерватизм такой. То есть все равно ты, ну, как бы, если ты создал семью, то в каких-то своих мотивациях деятельности, ты так или иначе должен опираться на интересы этой семьи. Вот в этом смысле. Только... А вот другое дело, что многие могут считать, что эти интересы, это я определяю, что интересно моим детям. Вот тут я тоже как раз не консерватор. Я понимаю, что дети, как бы, я вспоминаю свой жизненный опыт, когда... То есть у меня была как раз такая немножко... В семье, в которой мама пыталась, как бы, говорить мне о том, каким я должен быть. А папа, ну, он просто ничего особо не говорил. Он просто был там, ну, как бы... То есть у него была такая... То есть все, что он мог меня попросить делать, он сам делал это. То есть никогда не просил делать того, чего сам мне делал. Слово говоря, говорил мне мягко, вот я даже думаю, что, может быть, настойчиво быть, там, занимайся регулярно спортом. И все время это делал на моих глазах. Это там меня как-то мотивировало, но не очень сильно, честно скажу. То есть, конечно, в этой связи, как бы, конечно, нужно усилия какие-то. Вот. Или там не курить, не пить. Он все это сам, ну, как бы, демонстрирует. Поэтому у меня все это, как бы... И вот в этой связи, то есть я очень стараюсь в отношениях, там, в семье быть человеком, который может просить своих, там, детей только то, что делает сам. Ну, или не просить, не делать того, чего, собственно, сам не делает. И вот в этом стараюсь быть очень, ну, как бы, таким принципиальным. Потому что, вот, как раз, вот тут зарождается очень важная вся история формирования детей. Понятно, что они придут в каком-то другом мире, где немножко другие принципы. Но уверен, что это не сделает их, как бы, скажем так, невосприимчивым или, там, усложнит их жизнь. Ну, скорее всего, нет. Вот. Понятно, что, опять же, какие-то вещи, которые я считаю именно в плане не интересов. Интересы ребенок должен формировать сам. А именно в части того, что поможет ему приблизиться к этим интересам, то есть, там, например, дисциплина. То есть, я понимаю, что дисциплина – это важная вещь для любого человека. Потому что, ну, как бы, заставлять тебя делать то-то, то-то – это мы все, как бы, ну, изначально априори, там, мы все ленивые, наверное. И вот, поэтому, конечно, можно, вот, собственно, про то, что и была вот эта наша история временной трудности, где, как бы, история была про то, вот, дискуссионность вся. В том, что, когда мы пришли в этот центр Дикуля, где занимаются, ну, там, детьми с… Ну, опять же, ДЦП есть разные формы, да, это, в общем, конечно, там занимаются теми, у кого есть предпосылки, благодаря, там, физиотерапии к чему-то прийти. Вот, и нам сказали там следующую вещь, что, когда родить, ну, отцы занимаются такими детьми, то, как бы, успех терапии, там, условно говоря, 90%. Потому что папе хватает, как бы, силы воли, ну, что называется, не поддаться, там, слезам ребенка, ну, конечно, тяжело. А вот, ну, как бы, помогать ему, вот, в этом быть настойчивым, вот, вот, дисциплина, вот, как раз то, что я говорю, дисциплина. Потому что, то есть, если, условно говоря, для, там, обычных детей, там, какие-то вещи, они рекомендованы, но не является жизненно необходимым, для этих детей это просто жизненно необходимо, да. Вот, то есть, хорошо бы и обычному ребенку, там, делать утром зарядку каждый день, все, это все хорошо бы, но тут можно и не делать, и все будет норм, а тут нельзя не делать. Вот, но другая проблема в том, как раз была, что в таких семьях, в 75% случаев, отцы уходят в семьи, то есть, мужчины, к сожалению, вот. И вот, и как раз, показав историю отца, который вот таким образом, значит, готов был заниматься своим ребенком, даже, и быть для своего ребенка врагом, ну, потому что, конечно, мы вспомним себя, когда мама утром будет, или когда я своего сына бужу, я понимаю, что в этот момент он меня готов убить. Ну, а как еще, вот, ну, ну, по-другому как, ну, если ему надо идти в садик. Я понимаю, что я очень неприятный в этот момент человек, но я понимаю, что для него это, ну, нужно. Это не потому, что это мое самодушство, потому что он идет в садик, который ему сейчас, в этот момент, очень лениво не хочет. Но через 30 минут он будет в садике, где у него друзья, но вот в этот момент он этого не понимает, ну, потому что ему хочется спать. И вот вопрос, что это, носили, не носили? Ну, конечно, то есть, вот, ровно про то, что я дальше, вот, с момента поднять его из постели, тут я настойчивость проявлю. Но вот то, каким он дальше, что он хочет там, чем он заниматься, я, как бы, попытаюсь ему помочь, в том, что он попробовал все. Вот, а дальше он, конечно, в какой-то степени должен выбирать сам. Хотя, опять же, маленьким детям трудно делать этот выбор, но, тем не менее, вот, вот такое. То есть, вот, как бы, если говорить о моих, там... Николь, ты смотрела временные трудности? Вот я как-то еще не... Конечно, посмотрим. Да, вот мне, кстати, будет интересно послушать отклик, там, ну, кто-то, может, уже видел из ваших подписчиков. Из наших участников. Да, я уверен, что многие видели, но мне как раз будет интересно в вашем, как раз, комьюнити получить, вот, обратную связь. Скорее, люди поддержали позицию, что мы тут немножко рассказываем про то, что... Да, так что... Вот это очень было бы интересно, кстати. Призываем вас посмотреть временные трудности, и потом еще вместе, может быть, в эфире обсудим или в комментариях. Ну, или какой-то, может быть, голосовалку сделать, интересно, это было бы просто... Да, может, голосовалку. А также, например, вот, я сейчас задам Георгию вопрос, и, может быть, тоже сделан голосовалку на тему, которую зрители хотели бы увидеть в кино. Но за какую такую еще тему ты бы взялся, которая тебя бы действительно, ну, вела, и ты понимал, что, ну, вот, дети с ДЦП – это проблема, я участвую, и мне от этого, как бы, хорошо. И, допустим, есть ли такие моменты, которые это бы не было бы... Ну, она, смотрите, это было бы... Конечно, это социальная. Ну, может быть, социальная, может быть, нравственная. Да, смотрите, история с этим, она получилась, потому что мы встретили одного реального человека, которому ее рассказал, и она прямо меня зацепила. Я помню, когда он мне первый раз ее рассказывал, это было там возле костра, и такое эмоциональное состояние было очень... Вот, но она была не столько, то есть, история с тем, что это про ДЦП... Мне как раз в таких историях интересно, что это гораздо шире, это про... Не обязательно, да, то есть, про то, что, то есть... Отношение к ситуации. Что такое настоящая родительская любовь, что такое ответственность. Вот это вот мне гораздо интереснее, что при какой-то острой форме мы можем про это поговорить. Да, вот, поэтому эта вот тема, которая раскрывала благодаря острому, вот, как бы, водным болезням, она острее раскрывала историю взаимоотношений отцов и детей, которые для меня, вот, продюсирование является, наверное, ключевой. Это мои внутренние, как бы, интересы, рефлексии связаны с этим. Потому что я, как бы, по своей социальной роли не только в семье, но и, там, в работе, я такой папа. Это когда бываю, папа добрый, бываю, вот, не очень, наверное, для кого-то. И, ну, я просто понимаю, что так у меня получилось, что я воспитан человеком, как бы, ответственным. И вот через еще одну какую-нибудь интересную, острую историю отцов и детей мне гораздо интереснее, чем браться за какую-то новую тему. Вот мне, как бы, что называется, интереснее разрабатывать эту тему. Вот, например, сейчас я, там, прочитал одну историю реального человека. И вот, собственно, на следующей неделе я предполагаю с ним встретиться, поговорить о возможности сделать кино по этой истории. Когда человек, который, как бы, посвятил своим детям, там, как бы, имеющиеся у меня деньги, время, чтобы, там, значит, дать им образование. И в итоге сейчас с этими детьми, там, делая совместный, там, бизнес, по каким-то причинам они расходятся. Просто расходятся жестко, что-то ссорятся, да. И вот, казалось бы, то есть, потому что у них теперь немножко разные видения, мировоззрения. И эти мировоззрения сложились ровно потому, что у нее были возможности, у этого человека были возможности, там, значит, оплатить дорогое образование. И, как бы, им уже кажется, что они, наверное, там, немножко обогнали родителей и могут уже, как бы, вот. В общем, вот эти истории, когда, ну, особенно, когда в них есть реальная, внутри реальная история, понятно, что там в итоге оказывается много всего гораздо сложнее того, что нужно погружаться. Но, вот, понятно, что в художественном образе будут какие-то допуски, но вот сама история, вот таким образом, она интересна. Или, опять же, вот история, которая все равно тоже, как бы, так или иначе, про, скажем так, семейные отношения немножко другого уровня, да. То есть, отношения, как бы, вот, людей с Богом, да. То есть, как бы, в таком, в общем, прикладном характере, то есть... Это очень интересно, подумать и посмотреть на чувства верующих с точки зрения чувств думающих, да. Вопрос другой, я говорю, что еще раз, поговорить про это через форм, в форме жанра, да. То есть, на самом деле, тот же Голливуд обогнал, там, ну, что называется, нас именно ровно в том, что они в какой-то момент поняли, что вот как раз важные, серьезные вещи человек готов, там, воспринять через какое-то эмоциональное подключение. Потому что все равно, какая бы, там, я говорю про комедии, которые, так или иначе, были востребованы, да, которые посмотрели многие миллионы людей по всему миру, а какими бы они смешными, развлекательными не были, все равно в них есть очень важный месседж, который, как бы, так или иначе, в этой развлекательной форме, но транслируется. Про семейные лиценности, или еще про что-то. Вот, и вот, как раз, то есть, то, что ты хочешь кому-то что-то сказать важное, самое простое, выйти и в лоб сказать, знаешь, не кури. И вопрос эффекта от этого непонят такой будет, вот, если при этом ты еще стоишь сам, не кури. Вот, а когда ты реализуешь это в какой-то интересной форме, когда человек, посмотрев фильм, поверил в этого героя, подключился, просоцировался там, и поэтому в этот момент, я говорю, блин, а что, действительно, я-то что и курю, я условно сейчас говорю про это. И вот, ну, как бы, это тоже, понятно, что это, опять же, не работает, и, в принципе, сейчас вот моя периодическая дискуссия с людьми разными, там, взрослого покаяния, ну, сейчас уже не делают такое кино, как вот в наше время, классический, как классический фильм. Я говорю, слушайте, все очень просто, оно для вас стало классическим, ровно потому, потому что в тот момент, когда вы росли, воспитывались, было там два канала телевидения, не было интернета, и кино было там советское в кинотеатрах, индийское, французское, и иногда какие-то разрешенные американские фильмы. Поэтому, условно говоря, ирония судьбы ли с Лёхим Паром, который посмотрели 13 раз, конечно, выучили на цитаты, это, ну, как бы, сейчас такого невозможно, потому что, я думаю, что ежеминутно на просторах там интернета, платформ, кинотеатра, по всему миру выбраться такое количество контент, что тебе уже просто нет возможности, сил, времени пересматривать что-то даже очень понравившееся, потому что все новое, новое, новое тебе предлагается, и это только в форме больших законченных произведений. А если еще взять какие-то видосы в социальных сетях и все, ты просто, ну, нет такой возможности уже быть, как бы, супер классическим кино. Даже, там, условно, фильм «Оскаровский лауреат», он живет там, условно говоря, там полгода, потом забывает, потому что появляются еще новые «Оскаровские лауреаты» и так далее. То есть, понятие культового кино – это конкретно рожденная эпохой своего времени… Ограниченность доступа к контенту. Опять же, культовость, то есть, можно было быть культовым для всей страны. Сейчас можно культовым для узкой аудитории, какой-то нишевой. Да, культовость для какой-то аудитории, она, конечно же, все равно существует. Просто это все очень стало такими маленькими группами. Внутри групп, вот, например, там в интернете есть какое-то колоссальное количество групп, где смотрят индийское кино, и там миллионы просмотров. То, которое у нас было популярным очень в кинотеатрах, сейчас оно никуда не ушло, просто, конечно, в кино уже на такое там, а в интернете люди по-прежнему смотрят очень активно индийское кино. Это как пример. Поэтому, вот, я говорю, что, как бы, вот, объем, вот, и поэтому я к тому говорю, что значимость кино, которое там в свое время, там, человек может прийти в кино, после него выйти и действительно уехать куда-нибудь там на стройку века, да, потому что ему так вот как-то эмоционально его подключили. Сейчас, вроде как, ты уже даже собираешься, вышел из кино, пять минут, думаешь, дай-ка я все-таки, а потом бах, зашел в соцсети, чунь-чунь-чунь-чунь, и, а, что я хотел там, и забыл. Вот как-то так, то есть, у тебя даже нет времени, ну, так, побыть, посуществовать в этом фильме, потому что, ну, как бы, ты вышел, и тут же тебя захлестнули, тут-тру-тру-тру-тру-тру, новые эти, и все. Ну, как бы, кто-то пробрался сквозь это, кто-то зацепился, и действительно, но это... То есть, во времена быстрого контента это так не работает? Ну, еще раз, опять же, есть исключения всегда. Да, то есть, наверняка, и сейчас есть какой-то человек, который скажет, вот это кино, там, 2020-го года, настолько меня произвело впечатление, что я пошел и сделал то-то есть, но я просто говорю о том, что когда-то это прям было широко, то есть, это действительно кино, одно кино могло повлиять, там, на какое-то, ну, если не на поколение, но то, вот, ну, как бы, на какую-то значительную часть людей. Сейчас, я считаю, что такого мало возможности. Ну, мне вот очень резонирует эта история, которую ты транслируешь про проблемы, скажем так, вот, которые в сегодняшнем дне нас окружают, отражение такой реальности и действительности, там, в плане взаимоотношений, в плане, действительно, веры какой-то. Мы тоже эти вопросы поднимаем и обсуждаем, потому что кажется, что иногда, что мы во что-то... Общество уперлось во что-то, в общем-то. И тут очень такой классный подход, мне кажется, дать человеку действительно задуматься самому, да, то есть, не дать какой-то конечный, как не кури, да, а показать, чтобы он самостоятельно сделал выводы. То есть, мне кажется, что это как раз воспитание человека в этот момент происходит, поэтому... Мы же, то есть, мы же все равно так или иначе остаемся детьми, только игровые практики. Да, только... И нам трудно, там, особенно родителям, особенно вот это тоже моя, как бы, как бы, проработка, потому что, конечно, как родители нам всегда кажется, что ты должен быть немножко назидателем. А эффективным, то есть, вот в этом-то есть что, что я, как бы, со зрителем пытаюсь... Вот сейчас я вам все правильно говорю, вот так красиво, что я зрителю пытаюсь сказать правильные вещи через игровую практику, но своему ребенку я приду и буду говорить в лоб, не делай того-то. И вот это тоже, как бы, моя некая такая проработка того, чего я, как бы, вроде как декларирую. На самом деле, там, я понимаю, что быстрее и быстрее просто. Мне нужен быстрый результат, поэтому говорю, делай. А вот результат тот, который уляжется, он, конечно, требуется много времени через эту игровую практику. Поэтому, условно говоря, здесь, понимая, что это, ну, как бы, не какой-то конкретный человек, я вот там готов поиграть в то, что, ну, как бы, мне там не надо быстрый эффект, чтобы человек быстро поменялся, потому что, вроде как, я рассказал, а дальше это твое право принять или не принять. То с ребенком у меня, как бы, я не могу себе, как бы, разрешить это сделать долго, потому что вдруг упущено время, поэтому надо быстро, четко ему сказать. Вот, и это тоже не очень правильно, потому что, конечно, раз уж ты декларируешь, что через игровую практику всего-то, ну, и ребенка так, а это самое тяжелое. Ну, как утром поднять игровую практику? То есть, я иногда пытаюсь даже, подступаюсь, но понимаю, что так все опаздывают, сейчас не успеют. Музыку, музыку включать. Я музыку включаю. Нет, ну, в общем, иногда бывает, что там приходится как-то, вот, ну, в общем, здесь очень, когда хочешь быстрого эффекта, конечно, ты сам себе начинаешь немножко, ну, ладно. Вот. Ну, а такое вот глобальное отличие можешь назвать между российским кино и западным? Ну, нет такого понятия западным, это даже говорим голливудское, да, потому что, ну, так, как бы, и это, скорее даже проблема немножко по-другому она звучит. Есть, как бы, вот, Голливуд и есть, как бы, кино, я имею в виду, как это, да, местное кино. Во всех странах, так или иначе, Голливуду мы так или иначе либо противостоим, либо с ним сосуществуем. Вот. Принципиальное отличие, то, что Голливуд, в первую, как бы, ну, опять же, мы говорим про большие студии, там есть точно так же инди-фильмы, которые так и остаются некими локальными американскими, про которые не знает мир. Это это, ну, как бы, или знает, но в меньшей степени. То есть, Голливуд сразу, как бы, говорит, понимает, что они сейчас будут говорить на весь мир. И все, вот в этом плане они, ну, пытаются, и они, возможно, вот, как бы, в свое время вложились в это ребята из спецслужб американских, я не знаю. Но, тем не менее, они сделали то, что сделали. Они сейчас являются, ну, там, ну, вот, есть Голливуд и есть все остальное. То есть, как бы, это странно, то есть, в основном говоря, то есть, мы, по сути, на каждом местном рынке мы смотрим либо свое кино, либо Голливуд. Ну, и там еще, там, какие-то нюансы, так как у нас, опять же, было в советское время, там, было французское кино, мы его по-прежнему как-то смотрим, было все. Вот, фактически, что там, я говорю, это про то, что является, так скажем, заметно. Понятно, появляются какие-то там фильмы каких-то других стран, там, Испания, там, Италия, Германия, но это все такое. То есть, это мало заметно в части кинопроката. Как раз платформы дают вот эту возможность немножечко обыграть Голливуд. Потому что, в принципе, на платформе, ну, то есть, опять же, и за счет того, что сами платформы большие пытаются искать на других территориях то, что будет интересно, как бы, всему миру, мы теперь узнаем и об испанских сериалах, там, и еще каких-то. То есть, вот, в части, ну, как бы, основной преимуществ, то есть, то, что в свое время там дал интернет, это, как это сделал мир плоским в том плане, что люди, граница, удаленность людей друг от друга перестала быть значимым, потому что быстро можешь соединиться, увидеть скайп и так далее. То есть, сейчас в части развития платформ то, что вот это преимущество интернета сейчас можно реализовать именно в том, что теперь мы в России можем смотреть там аргентинское, израильское, там, бразильское и прочее кино. Но если оно сделано так, как нам, ну, как бы, просто потому что нам интересно, какое-то талантливо реализованное кино, не так важно уже, что там нету Брэда Питта, а будет какой-то неизвестным актером, но если это круто, классно и так далее, а у меня сейчас, ну, на сегодняшний день нету ничего, русское кино они предложили, там, голливудского, нет, я посмотрю это. Потому что кинотеатры, это, в принципе, не попадает, как бы, это не проблема только у нас, понятно, что и в Аргентине тоже никто русское кино в кинотеатрах не смотрит. Но на платформах уже появляется возможность, потому что, ну, как бы, во-первых, ты уже в рамках подписки, ты за это специально не платишь, то есть, это прям, ну, важно, тут-то надо было бы идти куда-то в кино еще, а тут, ну, как бы, клик, оп, о, русское кино, ну, как бы, даже ради прикола, вроде как, сначала, оп, зашло, интересно, ну, а что там еще, ну, вот, как бы, так оно и работает. То есть, я думаю, что как раз платформы чуть-чуть вот, такой, как бы, абстрактно Голливуд, который вот вещал на всю вот мир, они дают сейчас возможность посмотреть про то, что есть много другого кино, о котором мы знаем, например, вот Лена, которая ездила на кинорынке и видела все эти этажи людей, которые оказываются по всему миру, делают такое огромное количество кино. А мы до сих пор думаем, что есть только вот американское и русское. Просто, когда ты говорил про изложить смысл в жанре, да, в жанровом подходе, то у меня возникла мысль о том, что все-таки у нас российское кино отличается тем, что мы, как бы, несем определенную философию того, что нет, как бы, хорошего и плохого. Вот если в Америке ты точно знаешь, что есть антигерой, есть герой, да, то в России, как бы, у нас все такие, ну... Где-то? В российском жанре на кино тоже все очень четко, хорошее, да. Четко очень все. А мне кажется, что там, вот даже если... Ну, я не скажу сейчас по Криму. Это просто, опять же, наше внутреннее ощущение, что мы немножко более содержательнее, чем Голливуд. Да? Не знаю, откуда оно берется. Я что такое, не посмотрю, там, если вот он немного выпивает, то это не знаешь, как бы, что он, ну, вот, может быть, он, да, он, как бы, ну, долерантность. Какая-то вот все немножко такое, что не такое. Не знаешь, приятно. Заставляет быть философами, бюджет заставляет быть философами. Не-не-не-не, как раз бюджет исключает быть философами. Потому что для философов у тебя должен быть воздух в тайминге, в этом-в этом. Как раз, я бы сказал, что бюджет исключает философов. А вопрос того как раз, ну, я считаю, что там, то кино, которое там про как раз полутона, про неоднозначность героев, оно, в общем, из тех блестящих примеров, которые я знаю, они, ну, там, по крайней мере, голливудские, ну, в смысле, американские, тот же там, трибиоборда на границе Эбиштад-Миссури, или там «Маленькое месчастье», которое как бы, вроде как семья, но все с какими-то изъянами, поэтому вот, если говорить про вот это, вот кино с неоднозначными героями, нет, у нас тоже есть такое кино, и было, оно есть, безусловно, тот же пример фильм «Родня», который для меня вот очень напоминает фильм «Маленькое месчастье», есть, но это, это не про, это не про индустрию, это про конкретных режиссеров-творцов, вот те, которые могут в жанр внести полакцента, они, ну, как бы, они есть, но это имена, это не индустрия, нет такого вот в этой индустрии, это конкретные творцы, вот, на каком-то этапе своей жизни, там, режиссер Никита Михалков был таким творцом, который вот так вот, ну, или там, тот же, если ты вспомнил про «Выпиваются», я думаю, это, возможно, имел в виду фильм «Горько», в котором тоже все неоднозначные герои, но, вот, и вот они, это, 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 как бы, творческие единицы, которых не, ну, трудно даже, не даже, а просто продюсерам, не надо пытаться их, они понимают про жанр, это все и то, и то, и там, и «Родня», и это жанровые работы, то есть они понятны широкому зрителю, но в них есть вот то, что ты говоришь, нюансы, это уже, вот это никогда продюсер не сможет добиться от режиссера, если у него нет этого. Жанры добиться, да, а вот этих вот историй, это только самостоятельно вот эти творцы. Ты, как продюсер, хотел бы поехать в Голливуд, получить такой опыт работы там, и с кем из голливудских режиссеров, в первую очередь, ты бы мечтал поработать? Ну, я имел голливудский опыт, к сожалению, он, как бы, оказался не очень успешным, и это связано ровно с тем, что, ну, как бы, вот, то, что, главное, в общем, своих же, как бы, такие, ну, то есть, в общем, в тот момент казалось, что… Это в каком году было? Это было 2014-2015 год, вот, было ощущение, что, в общем, там все так же просто, просто здесь получилось, то и там получится. Но это понятно, что если ты, вроде как, и автомобиль, и самолет, они вроде как там и рули, и кнопочки, и вроде передвигаются, но вот пересесть машина в самолет, все-таки это не так просто. Вот показалось, что просто, и самолет не в том плане, что там делают что-то особенное. Нет, на площадке там как раз все плюс-минус то же самое, что и у нас. Вопрос в другом, что вот эта индустрия, она с кучей кнопочек, потому что она там уже за, как бы, забюрократизировала за это большим количеством лета и так далее. Там вот, все, что, еще раз, на площадке все понятно. А вот выходишь за площадку, и там вот то, что просто… И вот как раз там все и, ну, как бы, все наши поражения случились, именно в непонимании, как оно летает. Точнее так, при превратном представлении о том, что там летает так же, как у нас. Нет, по-другому. Вот. И поэтому, и, ну, надо сказать, что там еще были российские продюсеры, которые пытались поупражняться. Получилось тех, кто там, в общем, находится постоянно и уже, как бы, относится к этому, как… Вот, ну, тогда да. А вот быть тут, как бы, здесь успешным продюсером, приехать туда, чтобы теперь научить их всех там, ну, такого нет. Вот. А я скорее, ну, по-другому, скорее для меня челлендж, чтобы вот получилось то кино, которое сделав здесь, ну, удалось как бы без всяких там, как бы, скажем так, поддавков, по-настоящему, чтобы оно там вот не вот, ну, статьями там в бюллетене кинопрокатчика создать ощущение, что это, о, классно по миру, а вот именно, чтобы по-настоящему, без дураков, что это вот круто оказалось, действительно, интересно оказалось зрителям там. Да. Вот прям, прям зашло, ты получил отклики, и вот, вот это было бы очень… Для меня это гораздо больше челлендж, чем сделать там. Потому что, еще раз, и здесь есть талантливые люди, которые могут быть понятыми там. Вопрос вот, вот так, ну, и думаю, что это получится. Благодаря, ну, там, не, даже там, не, ну, не столько мне, сколько тому, что я найду правильных рядом с собой творцов, которые это сделают. Ну, вот если вернемся к нашему рынку, то ты на интенсиве сказал, что если бы рекомендовал что-то или взял себя за что-то такое, то рассмотрел бы мистику в сюжете. Да, да, да. Можешь подробнее рассказать? Ну, на самом, на самом деле, это вопрос, то есть, понятно. Ну, и чем отличается вообще, вот пояснить главное вообще нашим зрителям, вообще фэнтези, фантастика, мистика, чем отличается и почему? Да, при том, что вот как раз я сказал, а вот фэнтези лучше даже руками не трогать. Да, не трогать. Вообще близко не трогать. Значит, все очень просто, что, причем, опять же, я говорил о том, что мистика должна иметь какие-то наши, как бы, корни, инсайты, легенды и так далее. То есть, мистический какой-то сюжет, у которого есть бэкграунд. Условно говоря, какие-то истории, связанные с какими-то нашими фольклорными делами или городскими историями. То есть, мистика, у которой есть какая-то уже кем-то до нас придуманная вселенная, которую многие уже знают. Потому что, ну, типа, фэнтези, это ты, как автор, должен создать этот мир, придумать, и потом его каким-то образом людям преподнести. И здесь должен быть, конечно, гениальный творец, и поэтому это, скорее всего, начинается с какой-то литературы, и эта литература, которая зашла, тогда все, ну, как бы, случается. Но и то, там, в нашем случае, там, российская фэнтези-литература, экранизированная российскими, там, продюсерами, не очень успешна была. Вот почему? Это потому, что, я уже говорил, что вот жанр фэнтези, самое главное, не столько в кино именно. То есть, люди, которые прочитали эту фэнтези, они уже создали себе в голове эти, там, миры, и дальше они видят, что им представляют какую-то экранизацию. И это может не совпасть и к ожиданию раз, а во-вторых, они понимают, что технологически это гораздо слабее, чем фэнтези, сделанные на основе, там, Гарри Поттера или, там, фантастические твари. А ради этого ты идешь. То есть, ты думаешь, кто-то сделал то, что я себе много раз говорю, представлял, но круто. И тут, бах, а это не круто. А зачем тогда идти? Как бы, я понимаю, что книжка точно будет, значит, круче, потому что потеряются какие-то линии. Вот, ну, это мое ощущение, почему так происходит. А мистика – это как раз то, что где не важна технология. Здесь важно, ну, подключиться какую-то, вытащить из тебя какую-то эмоцию, там, страх, как бы, загон какой-то, который возник у тебя благодаря вот этим рассказанным где-то или услышанным, или где-то историям. И здесь вопрос не технологический, а именно правильно рассказанные истории, эмоциональные персонажи, которые тебя повели за этой историей. То есть, в данном случае, я говорил именно про мистику, привязанную к нашей ментальности. И вот тут, ну, как бы, вот в том, в тот же пример, например, нашу, ну, мы его позиционировали как жанр ужаса, но все равно мистика, какой-то жанр чуть-чуть должна быть интерпретирована. Мистика – драма, мистика – триллер, мистика – ужасы. Вот, мы делали фильм «Пиковая дама. Черный обряд», в котором была вот как раз такая городская легенда про вызов пиковой дамы. И вот, ну, он был достаточно успешным, и, как бы, кино, там, в общем, и некий сарафан положительный. То есть, вот тут мы, что называется, попали в эту историю. И вот, когда я говорю про мистику, это, опять же, надо, ну, важно, чтобы автор очень четко понимал ту мифологию, про которую он говорит. Вот те, кто понимают про что-то, всю эту историю, может, они где-то там себе ее чуть докрутили, додумали, вот здесь с этим, там, ну, можно и нужно развивать это в историю. Понятно, что, скорее всего, в нынешних реалиях это кино, в первую очередь, для платформ. Ну, потому что, ну, как бы, это интересно смотреть в развитии, потому что мистическую историю за полтора часа, которую сейчас, представь, предлагает киноформат, ну, ты так думаешь, все-таки невозможно хорошо рассказать. Значит, здесь будет как-то очень быстро, мы не успеем погрузиться. Здесь все-таки есть и атмосфера, и разгадки, и загадки. Поэтому мистика, это, скорее, вот, ну, как бы, хорошо для такого, там, классного сериала, для платформы, там, ну. А вот поколение Пи, это относится к мистике? Generation P, которую я с Нарей Попелевином? Ну, я не знаю, относится ли это к мистике. Это, ну, это, это такая, скажем, не знаю, это для меня это сюрреалистическая какая-то вещь. Там мы тайное правительство как раз. Нет, это да, но в этом это лишь всего лишь, как некий такой, это повод для, ну, говорят, там, социальный сюрреализм, вот такое что-то, ну, вот, а, нет, если бы мы играли с этим правительством, если бы это стало ключевым, как, что, то есть, ну, а там это же такое немножко все... Хорошо. Как некая, да, ну, Пи Левин, в принципе, такая штука, вещь себе, это авторский продукт, который, я говорю, что его превращать в что-то жанровое не очень просто. Хорошо. Ну, а в целом-то в индустрии киноразвлечений, вообще, в развлечении веселые люди работают? Совпадают вообще эти понятия? Если я веселый человек, мне куда? В киноиндустрию надо? Нет, вообще не так важно, вообще не так важно. Вот вопрос как раз в том, что, вот, я тоже так периодически думаю, а может мне, ну, как бы, вот, все, может, хватит уже киноиндустрии, а что-то в другом попробую у тебя, да, там есть, как бы, какие-то, наверное, темы еще. Но я понимаю, что в киноиндустрии есть очень, ну, как бы, важная вещь, в отличие, кстати, от шоу-бизнеса, все равно в этом есть очень большой, то есть те, кто туда приходит, ну, понятно, что там разные есть люди, но, как бы, очень прекрасно, что там очень высокая концентрация пассионарев, которые хотят менять мир. Их не так много в шоу-бизнесе. Их в реальном бизнесе, потому что, все равно, так или иначе, тобой давлеет, как бы, когда ты занимаешься бизнесом, там, эффективность, рентабельность и так далее. Но вот здесь очень часто, несмотря на то, что, и я там очень красиво рассказываю, как держать рентабельность, все равно в какой-то момент ты думаешь, блин, ну, вот, не только про это дело, потому что, ну, как бы, ты все равно, хоть я уже рассказывал, что кино, в нынешнем мире мало чего может поменять, как бы, все это рассказываю. Но все равно, конечно, все равно большинство людей, которые этим занимаются, все равно думают, что они как-то меняют мир. Мы на интенсиве с Николь слушали, ты целый день рассказывала о том, как надо ставить таблицы, ориентироваться на сборы, плясать от сборов. И потом произнес ключевую фразу, потом, но если да, то да. И мы теперь с Николь, если у нас какой-то супер проект, ну что, вроде бы ничего не складывается, но если да, то да. У нас у нас теперь девиз небольшой. Ну вот все-таки, вот ты говоришь, что там, ну, как бы где-то идеалисты, кто-то на самом деле там, ну вот это вот желание. Потому что даже те люди, которые как бы должны менять наш мир, там, чиновники и так далее, понятно, что там не веришь в это. Вот здесь вот есть очень много людей, которым ты, когда они говорят об этом, ты, ну, веришь, потому что это действительно искренняя попытка. Такая она, она, к сожалению, она уже действительно, то есть, условно говоря, если бы этот человек, там, со своей вот этой энергией, желанием менять мир, оказался бы чиновником, он бы мог быть более эффективным, чем вот в этих своих кинодвижениях. Да, но, но как только он окажется в том мире, там вся его постановленность будет просто, ну, куда-то исчезнет и, да, растворится и, вот. А здесь он, ну, как бы, потому что вот эта комьюнити, которая тебе позволяет, там, говорить без, то есть, не вызывая смеха или недоверия. Потому что, как только там об этом, ну, какое-то своем желании говорить мир, это, кому-нибудь, говорит, чиновник, мы все сразу, ну, так сложилось уже, да? А когда, говорит, человек творческий, ну, то... Это я, я когда составляла резюме, вот, в прошлое 7 лета искала работу, я, значит, о себе, я написала, вера в высокие идеалы. И мой HR-консультант говорит, это уберите, уберите. Я, нет, я настаиваю, вера в высокие идеалы. А еще расскажи, какая у тебя была цитата про объединение? А, ну что, не разделяй, что... В каждом письме, да? Да, 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 это я, когда работала в мете-холдинге, я там составляла разные концепции, но меня поручали старшие товарищи, в общем, мне это было, как бы, вообще не про меня, писать законы. Вот, и я, значит, ну, я хотела тоже толкнуть какую-то высокую идею, и вот, значит, у меня девиз там на каждом моем документе был «Объединяй и царствуй». Значит, это в пику разделяй в лавство, это не наше, а вот мы за другое, мы «Объединяй и царствуй». Вот, и даже кто-то переспросил, а это что? Ну, ладно, и перешел к цифрам, да, вот, пропролистываю. Так, Николь, ну, а первые дни ты прочитала? Я начала, но не успела еще, но я в процессе, я параллельно... А кино? Потом посмотреть кино, надо. Хорошо, да, потом обязательно, но в конце я хочу задать немного личный вопрос. Как ты считаешь вообще политика любви в сегодняшних реалиях, это такая же альтернатива непосредственно социальным каким-то движениям, просто где человек может проявиться, как ему нравится, или за этим есть какое-то здравое, в этом есть какое-то здравое зерно, так как оно должно быть на самом деле, и поэтому его люди могут попробовать и на себе, да, и транслировать в мир, как круги на воде, да. То есть, понятно, что в это понятие можно вложить все, что угодно, да, но если в контексте того, что в целом изначально нужно быть человеком, да, а потом уже профессионалом, или... Ну, вот, вот, любовь, да, вот, значит, в моем понимании, если так попытаться сказать, что же это, что такое любовь, не кроме, как бы, химических вещей, да, это искренне ответственное отношение к человеку или чему-то, то, что ты называешь объектом любви. То есть, там, ребенок, жена, родина и так далее. То есть, это искренне ответственное отношение. То есть, когда ты понимаешь, что любое твое действие, как ты его принимал, ну, как бы твое действие, как бы, как бы ты думаешь, твоему объекту любви вот это действие бы, ну, понравилось или не понравилось, грубо говоря. Да, то есть, когда ты говоришь, я за родину, то есть, в этот момент, там, делаю этот поступок, он, ну, как бы, родина не что-то абстрактное, это конкретные граждане этой стороны, вот, то есть, или, там, когда ты говоришь, это, ну, там, я люблю свою жену, и делаешь какую-то вещь, которую ты понимаешь... Ну, опять же, при этом ты думаешь, что это встречное, и поэтому, конечно, с той стороны тоже нету манипуляций и все твои действия. То есть, взаимная любовь, это когда и с той стороны тоже, как бы, ну, любовью не манипулируют и говорят искренне, что же по-настоящему нужно, да, потому что, вот, даже в отношениях ты, когда живешь, очень долго пытаешься разобраться, а что важно. То есть, ты говоришь, я готов поддержать тебя в том, ну, там, человеку, с которым ты живешь, а этот человек сам может еще не до конца понимать, что, в чем его надо поддерживать, и поэтому, ну, то есть, это, вот, для меня, я говорю, что это, вот, это все моя немножко патерналистская модель, я все говорю немножко про какую-то ответственность. Ну, нужно, я даже перебарщиваю там все, потому что, может быть, легкость, все, но, вот, почему-то, мне кажется, что, вот, мир, когда люди будут, ну, понимать, что, ну, только очень, вот, да, вот, это же есть эти, какой-то мем такой, что что-то без любви превращается в это, что-то без любви, вопрос искренности в части того, что ты понимаешь, потому что можешь сказать, что, ой, так нет, ну, это же, это моему человеку может понравиться это, думаешь ты, и идешь там, условно говоря, изменять человеку, думаешь, что это обострит ваши отношения, ну, ты же слышал, это так работает, но это, ну, так тоже можно сказать, но это вопрос, что в этот момент и, конечно, не искренен с самим собой, поэтому, вот, ну, это такая вещь, конечно, любовь это такой, то есть, то есть, если в сильном понимании, да, вот, если брать любовь как силу, не вот этот момент, когда ты просто там что-то искренне делаешь, а человек сам, как бы, да, потерян там, или не принимает, или сам не может отдавать в ответ. Человек не может этого не воспринять, конечно, это поможет ему, это, конечно, энергия, когда это искренне, это, конечно, энергия, которая, направленная, конечно, будет иметь эффект, не такой вот мега разрушительный, но точно человек это ценит, его подключит, его выведет, ну, то есть, в этом же и вопрос, что, насколько искренне желание поддержать своего друга, то есть, вот, чем, вот, я иногда понимаю, что у меня, ну, с какими-то людьми уже, ну, там, потеряна какая-то связь, и вот, чем просто формально сказать, ну, лучше, честно говоря, никак, чтобы он, по крайней мере, тогда понимал, что, ну, все, ты, с той стороны, он уже не ждет, так, это тоже, ну, честно, потому что в силу ты не можешь быть одинаково, ну, как бы, любить, в силу ты, так или иначе, какой-то круг определяешь для этого, потому что, ну, растратить себя на всех просто невозможно, просто, ну, нет, ну, опять же, есть очень... Но есть общее какое-то такое... Нет, есть люди, которые, там, условно говоря, там, какие-нибудь, которые, ну, как бы их, так скажем так, миссия, да, пытаться быть, ну, как бы, некую трансляцию любви, там, и они, как бы, по отношению ко всем живым существам и так далее. Но пытаться быть звучит не очень, есть люди, которые по-другому не могут, это уже другое вопрос. Да, да, но я имею в виду, что не пытаться, а работа. Ну, работа, да, конечно. Ну, то есть, конечно, не пытаться, слово неправильное, но, как бы, трудиться с тем, чтобы... Ну, сталкиваешься, да. Да, но это миссия, тем, то есть, это определенный путь в жизни, на который не каждый из нас способен, поэтому я говорю немножко больше о бытовом вещи, который, ну, не решил стать человеком, который будет, вот, миссией в части этого. А хотя бы на свое, как это? Да, да, начать сюда. Что, прежде чем менять мир вокруг, начни вот себе. То есть, вот, любовь вокруг себя, она, там, ну, то есть, и любить свою планету, начиная с того, что не мусорить, это все вот какие-то... То есть, я про то, что, ну, как бы, от общего, в смысле от частного к общему идти. Потому что очень, как раз вот люди, которые сразу замахиваются на это, должны иметь определенные силы. Вот таких, ну, то есть, желающих сразу замахнуться на все, чтобы любить всех, очень много. Есть такие, особенно под действием каких-нибудь практик и так далее. Вдруг кажется, что... А реально... А дальше вопрос простой, а ты любил хотя бы одного человека, двух, трех, чтобы сразу вдруг, хоп, полюбить всех. Ну, поэтому, поэтому у нас приставочка «Политика», потому что это подразумевает все-таки выстраивание этих взаимоотношений, где ты уже можешь тогда что-то... Ну, это просто работа, все работа, отношения – это работа, любовь – это работа. Просто мне очень... Вот наш мир, я просто говорю, наш мир создает через ощущение такое, как бы, что, ну, все можно без работы. И любовь можно без работы. И любовь – это, ну, как бы, типа, просто сделай красивую улыбку – это уже любовь. Нет, вот просто я к тому, что у нас мир немножко такой сейчас современный, какой немножко атрофированными мышцами в любом смысле. Ну, как бы, эмоциональными мышцами и так далее. Мы, ну, как бы, мы предполагаем, что все должно, как бы, происходить само собой. Нас же об этом рассказали, вот, много людей там на всяких тренингах, а потом в Инстаграме закрепили, сказали, вот, три дня и все, оп, я уже. Вот, поэтому... Да, ну, вот как раз в общении с тобой у меня сложилось такое впечатление, что ты вот прям про это, прям транслируешь в мир вот эту, ту самую политику. Потому что ты открыто воспринимал каждого участника, да, вот на интенсиве даже. Плюс при этом честно, искренне говорил, что это, даже если ты говорил, что это полная Г, там, да, то ты давал какой-то... Как, что-то... Вдохновение. Нету в общении с Г, конечно. Вопрос, то есть, из-за этого что-то можно... Обращал внимание на сильные стороны, даже слабых проектов, поддерживал и при этом не врал, да, был честен, но это чувствовалось, что каждому... Вот действительно такая забота отечественная. С большой любовью, да, я это тоже почувствовала, с большой любовью, вот, все были просто вдохновлены, вдохновлены. И при этом ты говорил конкретные вещи, показывал путь и был очень щедрым. То есть все материалы, которые ты давал, закрытые, да, самое сердце, как бы, профессии, пожалуйста, да, все контакты, пожалуйста, какие-то прямые, значит, наводки и рецепты. Если оно того стоит. Да, да, если это уместно, если это классно. Да, спасибо тебе большое за интенсивность. Ну, я просто считаю, что, как бы, информационное поле, оно должно быть открытым для всех. Вопрос, любой человек все равно проявляется возможность заработать с этой информацией. Поэтому, когда очень долго там, вот до того, как создали вот это приложение, где можно теперь видеть, кто же, как в кинотеатрах, сколько, какие фильмы собирает, сейчас эта информация есть, и она, ну, там, как бы, прозрачна. А вот что с ней дальше делать, это уже вот вопрос умений, опыта и квалификации. То есть поделиться информацией, я все равно понимаю, что проблема, и мы с вами, как бы, когда-то в конце этого нашего интенсивного говорили, информация, вопрос в том, что ее доступность вообще не означает, ничего в части того, что люди, это не означает, что после этого все побежали и сделали, что нет, ничего не поменялось, как и при, то есть, вот, те, кто могут что-то с этим сделать, они, ну, как бы, их все равно не так много, все равно, и поэтому я и, как бы, в этом интенсиве говорю, ребята, я ровно поэтому и не предлагаю вам заходить на двухлетние курсы. То есть, кто-то, может быть, после этих интенсивных, может сказать, нет, все-таки это, наверное, лучше не стоит, потому что, блин, это так все немножко сложно, это так все немножко ответственно. Не готов, да, посвятить. Поэтому я скорее про то, что, может быть, даже и не надо, потому что, типа, 80 на 20 правил про это, оно работает и везде, поэтому, как бы, ну, все закончат вузы, где будут работать, то есть, поэтому мне кажется, что вот надо, прежде чем быть уверенным, что ты пойдешь до конца, а чтобы понять, куда ты пойдешь до конца, я тебе расскажу. В этом смысле была, когда была реклама какая-то там, значит, ну, в смысле я разместил свое сообщение про этот интенсив и какой-то человек прокомментировал, почему я посмотрел, ну, не знакомый мне, просто где-то через, я посмотрел, он там, тренер по могулу, ну, это такие, ну, на трассе с горочками на лыжах едешь. Я говорю, ну, паня, а почему не за день, типа, ну, типа, вот, я не стал отвечать, но я просто потом для себя козволил ответ, что я не пытаюсь научить кататься, я рассказываю про особенности трассы. Вот я про трассу, вот вы готовы выйти на эту трассу? Ну, тогда вот, тогда вам надо, вот, вот, не готовы еще, тогда идите там еще, а вот я говорю про то, куда вы пойдете, вот этому точно, этого, того времени, которое мы провели, точно достаточно, чтобы пойти надо или не надо. Это самый ключевой вопрос даже перед проектом. Иногда даже у нас проекты были, когда вот ты прошел уже путь, уже какие-то деньги потрачены, и вдруг ты, ну, все равно оценив еще раз, понимаешь, уже не надо. И вот чем идти дальше, лучше остановиться, принять, что деньги потраченные там пока меньше, чем ты потратишь все, и не делать. Поэтому это всегда вот этот, ну, как бы анализ очень важный, потому что жизнь одна, она короткая, и чтобы делать то, что в итоге ты понимаешь, что тебя никуда не приведет, лучше остановиться и... Супер! Ну, приятно осознавать, что в любом масштабе можно быть личностью, которая в целом может транслировать какие-то здравые... Я думаю, это вопрос абсолютно, я еще говорю, что с учетом еще того, что так сейчас открыты, как бы, все медиа, ты можешь себя проявить по-настоящему, говорю, что если уж... Вот это и должно вас больше всего мотивировать, что если вы в себе видите талант, то есть, там, условно говоря, я в свои, там, 16-17 лет был, то есть, я считал себя очень, там, клевым и способным на что-то, но... То есть, мне куда надо писать письмо на какой-нибудь, там, условно, останки, на что я хочу где-то чем-то похожим заниматься, лишь вот где мы сидим сейчас, кстати, символично. Вот. А сейчас не надо никуда писать. Вышел в интернет, уверен, что у тебя что-то получилось. Снял, выложил, написал друзьям, посмотрите в это... Все. То есть, если у тебя есть, то очень несложно делать первый шаг. Проблема всегда первого шага. Вот первый шаг сейчас максимально простой для того, чтобы показать себя, явить себя миру. Да, ты, конечно, выложив в YouTube, ты не знаешь, что все миллиардов уже, опа, затаились нажать просмотр. Конечно, нет. Но это уже путь, куда-где тык-тык-тык-тык-тык. Самый сложный, первый шаг, и вот его как раз сейчас максимально он упрощен. Те, кто сделали вот когда-то эту историю с интернетом, они вот дали возможность людям для первого шага. Дальше ничего не поменялось. Дальше правила работают все одни. Все. Пахать там, не пахать, творческий, не творческий. Первый шаг. Он теперь максимально простой. Класс. Ну, в общем, ты про трассу, мы про среду. Будем надеяться, что у нас вообще будет такая консистенция. А вы про то, чтобы научиться кататься, да? Да. Мы учимся кататься все вместе вообще. Новым способом каким-то. Ты просто в 33 пришел в киноиндустрии в целом. Да. В 33 у нас такой родился клуб, что-то символично. Я в 33 родила первого сына. Так, давай, заходи на это. Переменовывай, не поливай. Клуб 33. Все. Если у кого-то ничего не произошло в 33, подписывайтесь. А если произошло? А ищите, да. Приписывайтесь. И зовите друзей, да. Ну что, будем прощаться. Спасибо большое. Спасибо, Георгий. Очень интересно с тобой беседовать. Да, ну, значит, мы не забываем, да, временные трудности, голосовалка. Да, голосовалку делаем, я думаю, что еще. Как-нибудь stories, что-нибудь обсудим. Да. Да, да, обязательно. Прямо эфирчики сделаем. И класс. Спасибо большое. Было супер, очень интересно. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо. И до новых встреч. Темы были классные. Ну что, мы? Ну да, все хорошо? Мне кажется, да. Это круто. Мне кажется, очень интересно. У нас еще не получилось. Пока.